Давай вот что обсудим. Всё-таки спустя несколько дней визита, на твой личный взгляд, сейчас обсуждается это очень живо в отношении Китая, можно ли говорить о том, что Китай всё-таки решится на помощь Москве в условиях такого некоторого нагнетания перед контрнаступлением украинских вооружённых сил и разговоров о том, что Москва его одна не выдержит, этого давления военного и, возможно, всё-таки получится какую-то помощь от Китая. Ничего в твоей оценке не изменилось? Ничего. Я считаю такую возможность вероятность развития таких событий очень маловероятна. Очень маловероятна. Особенно причин, которые мы называли. Китаю крайне невыгодно этим заниматься, потому что он экстренно независимый государством с непростой экономической ситуацией. Объём его торговли с Россией условно 200 миллиардов, а с остальным миром, большая часть из которого – это государства, которые будут вводить санкции, почти 2 триллиона или что-то около этого. Какой идиот будет этим заниматься? Кроме того, там же правильно, наблюдатели говорят, визит должен был быть 3 дня. А на третий день утром уехал Си Цзиньпиньо-Гатя. То есть, похоже, визит прошёл по сокращённой программе. Это означает, что они о чём-то не договорились, скорее всего. Что это за улёт утром такой? Правильно? Конечно, это может быть вызвано разницей во времени, особенностями авиационных перелётов. Но, честно говоря, у меня ощущение, что его подсократили. Что-то произошло, точнее не произошло, что не способствует разрядке. Но из ближайших соображений это такое. Китай сказал, что помогать оружием не будет. А Путин сказал, что будет продолжать войну. Хотя Китай её хотел, возможно, остановить. По результатам заявлений ничего, даже намёка нет на поставки оружия. Поставки товаров от боевого назначения через какие-то схемы, возможно, они были, они, возможно, могут продолжиться. Но, как мы понимаем, это не та номенклатура и не те поставки, которые могут изменить ситуацию на фронте. В настоящий момент российская армия не может проводить стратегическое наступление на Украину. Она даже не может проводить оперативного уровня наступления, но это с размахом до 150-200 километров. Больше, чем на одном оперативном направлении. Всё. Приехали. Вот это страшное российское наступление, которое мы так ждали, оно и свелось к одному оперативному. И они сейчас размазаны от Купенска до, условно говоря, до Угледара, активный фронт. И под Бакмутом подздыхают, на Авдеевку предпринимают усилия. Но как-то это всё не очень у них идёт, потому что сил не хватает там и там, надо перебрасываться. Купенско-Лиманское направление тоже не едет никуда. И их полководцы стали перед очень неприятной альтернативой. Радикально. Мы, кстати, карту показывали. Мы сейчас начали карту показывать. Не-не-не, это всё китайская тема, но карта пусть будет. Ну, пусть она будет, пусть люди смотрят. Пусть будет. Радикально. Альтернатива такая. Радикально сократить активность на других участках фронта, чтобы обложиться в одну крупную. Но, как мы понимаем, притяжение такого количества сил к одному участку означает, что и украинцев задача облегчена. То есть, у нас намного проще нам становится. Во-первых, мы тоже можем туда перебросить войска, где они сконцентрировали, и там их выбивать. Пример. Бахмут. Во-вторых, радикальное проседание их войск на других участках означает, что нам там созданы идеальные условия для контрнаступления. Так вот, для того, чтобы это изменить, поставки китайские должны быть. Во-первых, надо проводить мобилизацию в России. Дополнительно. Новую мобилизацию. 1200 народа, да, не меньше. Что весьма сомнительно, по причинам, которые мы уже называли. Точнее, то, что можно объявить, я ни секунды не сомневаюсь, это проводить скрытно. Я сомневаюсь в успехе. А китайцам нужно всю эту араву вооружить, снабдить и продолжать снабжать. Потому что если они выпрашивают у китайцев даже пайки, сухпайки, можем себе представить реальное положение и реальные перспективы увеличения этой группировки. Ну, то есть Китай должен пройти не просто на военные поставки. Он должен пойти на беспрецедентные военные поставки огромного размера, объема. Да еще с регулярной поддержкой. Что означает для китайца самоубийца. Это не разовая акция, которую можно там, ну, поставлять в неделю, и пока западные СМИ возмущаются, а Запад решает вводить санкции или не вводить. Как бы раз тихо-тихо сказать, что да ничего не было, это вообще корейцы. Просто через нас. Это нужно будет, чтобы российская армия получила хоть какую-то вероятность успеха. Нужно начинать поставлять массово, полную номенклатуру. И поставлять регулярно. То есть переходить к снабжению российских вооруженных сил, так же, как Запад снабжает Украину. Абсолютно нереальная вещь. А никакие разовые поставки, где-то там немножко автоматов, где-то кассы брейнджилетов, ничего не решат. Именно поэтому мы видим на видео российские танки Т-54 и Т-55 времен Сталина. Так. Которые едут с консервацией. Ну, а ты как это можешь объяснить? Ну, это же вообще невозможно. Абсолютно никак. Ну, как невозможно. Ну, Т-55. Ну, это что? Это послевоенный танк. Для Российской Федерации война перешла, для путинского режима перешла в режим истощения. Истощение, это значит, в первую очередь, истощение запасов. Они дергают то, что способны дергать. Сначала на пехотинцах были сидоры, вот эти, с 43-го года образцы. Теперь появились танки с 48-го года образцы. И это неизбежно. Потому что новая техника выбивается. Российская армия сейчас собой представляет такую историю в Украине. Первая линия более-менее оснащенное подразделение. А вторая, и про третью уже речь идет, это от силы 40-60% от необходимого запаса вооружения и военной техники. Устаревших образцов. Про снарядный голод не говорит только ленивый. Про пушечный голод, голод стволов, износа материальной части артиллерии не говорит только ленивый. Чтобы решить этот комплекс проблем, Китай должен бросить все и заниматься только снабжением российской армии. Не работает и не сработает. А любые разовые капельные поставки не имеют никакого эффекта. Они приведут все равно к санкциям. И не приведут к никакому существенному усилению мощи российской группировки в Украине и вообще российской армии. Тупик. Так, ясно. Давай тогда пробежимся по фронту, чтобы как бы понять, собственно, что происходит, но в контексте нескольких заявлений. Например, тут вот сейчас мы карту показываем, начнем с Бахмута. Дело в том, что опять выпал, значит, Пригожин сказал о том, что чуть ли не 70 тысяч в районе Краматорса, Славянск и, насколько я понимаю, Константин или Дружковку он назвал. Сейчас боюсь соврать. Сосредоточена группировка украинская. Правда, неправда мы не знаем. Это он так говорит. Он на карте там чертил, показывал. И что, мол, типа, здесь вполне может статься, что они опрокинут ЧВК Вагнер и двинутся дальше. И это направление удара. И пошли, пошли, и пошли, и пошли. Вот ты видишь такой вариант? Потому что взгляде на карту, ну, все-таки Бахмут находится в таком полуокружении. Это я и судя по карте. Действительно такой прорыв теоретический. Чисто, как это говорит Пригожин, он, кстати, не первый день. А вот, говорит, возможно. Именно там, в районе Бахмута. Или это отвлекающая вещь, там, не знаю. Как-то вот так. Ну, говорят официально наши военные. На уровне спикеров оперативных направлений, командований. Они говорят, что противник, как это, подощерпался под Бахмутом. И темпы интенсивности атак уменьшились. По сравнению с теми, что были. Более того, была использована формулировка. Потерял, она не очень военная такая. Может, это перевод с украинского был. Неоковерный, я видел на русском. Потерял тактическую возможность взять Бахмут. Если переводить на русский язык, примерно звучит так, что для гражданских силы и средства. То есть, люди, материальные запасы, техника, там, снаряды и так далее, уже не позволяют, которые там у них в наличии, не позволяют решить задачу захвата Бахмута. Не получается. Просто по расчету не получается. Мы математика войны, да, считаем, сколько там на квадратный километр должно быть этих или на километр фронта должно быть этих силы, не получается. Если они Бахмут брать, допустим, гипотетически, верим нашим спикерам военным, они не могут взять Бахмут. Вот возникает вопрос, а что делать с этими нависшими над Бахмутом, вот этими флангами, да, ради которых Бахмут, вернее, Бахмут, вернее, старался обеспечить фланг наступление. Если они не могут его развивать, они не могут замкнуть Бахмут в окружении, то наступающие всегда находятся в очень уязвимом положении. Наступающие же не роют, а копы, правильно? И занимают оборону, не готовят дома к обороне, не создают материальных запасов и прочие районы обороны, которые вообще дело непростое, даже в инженерном отношении, то есть покопать, загородить, кроме того, должна совершенствоваться непрерывно, как, например, оборона украинских войск, и создать такую, даже начинку, даже копы по грудь, это огромный кусок работы, да и времени на эти работы, которые не успевают. Наступающие войска находятся в очень уязвимом положении, всегда. Они к обороне не готовы, и у них единственный выход, это что? Или отступать быстро-быстро, или уже побеждать, громить противника, и оказываться в положении, когда ничего не угрожает. Они взяли, они победители и так далее. Если и правда то, что говорит Пригожин, если и правда то, что говорят военные спикеры украинские, то Вагнер сейчас висит в таком зависшем положении, очень неприятно. Он, конечно, атакует, он еще наступает, там, висадики, пытаются российские другие войска, но постепенно исчерпывает боевой потенциал, необходимый для взятия города. И дальше вопрос. Удерживать занятые позиции? Они должны просто бросить автоматы, взяться за лопаты и начать копать. Очень долго оставить. Как бы, если у российского командования это в планах, если у них возможность удерживать эту группировку, это уже большой вопрос. Но в любом случае, некоторое время они будут в очень уязвимой позиции. Используют ли это украинское командование, наше командование? Для удара по этим, там, вот этим флангам, которые они протянули. Это длинные уязвимые кишки, которые срезают, там, хочешь в основании, хочешь в середине, нет никаких проблем. Это, точнее, проблемы есть, как военная война, это не игра бадминтон, но, тем не менее, они крайне уязвимые положения. Да, такая возможность открывается. При прочих равных для этого надо знать соотношение всех сторон, то, что мы не знаем, полноту информации. Но теоретически можно это сделать. Если сделают, им будет очень плохо. Очень большой побои. Если не сделают, но это не потому, что мы злодеи, там, и договорами заключили какой-нибудь. А потому, что, видимо, командование видит ситуацию иначе. Оно же, в отличие от нас с тобой, и зрители наших уважаемых обладают полнотой данных. Безусловно. Вот. Как-то так. В Авдеевке усилилось. Так. Усилились действия противника, но, судя по тому, что пишут в России, в российских военных пабликах, кидают туда мобилизованных, плохо подготовленных. Они там гибнут чуть ли не батальонами. Там Иркутский батальон, 300 наступало, трое стало живых, один ранее. И прочие сообщения вот такого рода. В общем, их гонят на мясо на Украинский район. Наши. И что означает этот перенос усилий, честно говоря. Подозреваю, что ничего, кроме Украинского района, не поступило в этом отношении. И они начали изображать, что вот мы тут штурмуем, воюем, не ругайте, вы видите, как мы стараемся. Военного резона в этом всем. Дело в том, что Авдеевская, Авдеевка, это, по крайней мере, там, где они наступают, это очень серьезно для наступающего проблема. По местности, по оборонным снабжениям, по сумме причин. И вот такие вот забеги, конечно, куча трупов на полях, которые они вставляют перед нашими позициями, они, может быть, даже более бессмысленно, чем в Бахмуте, в Авдеевке. Ну, они в Бахмуте, извини, в Авдеевке хотят повторить те же клещи, те же, как и в Бахмуте. И поэтому такое ожесточение там, и, в общем, результат плачевный-то, в общем. Они ничего другого не умеют, просто. Мы же говорили с тобой о комедии Фронза, 10 сталинских ударов, клещи большие, клещи малые. Нам на малые уже не хватает, на большие они пытаются делать малые. Всю войну они делают то же самое, никакой оперативной мысли или попыток что-то изобрести, что это нестандартный прием применить. За год с лишней войны мы так и не увидели, что российская военная школа говорит, оперативного уровня говорит, очень плохо. Куда они умудрились растерять этот опыт, при том, что они носители опыта боевого советской армии, которая, ну, кое-какие образцы показывали в конце Второй мировой войны, например. Та же Манчжурская операция тогда, там и прочее. Висловодовская, Яско-Кишиневская и многие-многие другие. Но вот они как-то так вот, ну, очень на троечку, скажем так, на троечку с минусом. А вот другое дело, что эта троечка тоже до некоторой степени работает, иначе не было бы вот этих клещей, нависших над Бахмутом. Но там уже просто продавливается отношение сил и средств. Когда больше артиллерии, когда больше танков, больше авиации, все это лупит, ну, как бы невольно бывает, начинаешь двигаться. Ну. Мы же понимаем, что одной битвой с отбавлением не исчерпывается. Да и битва, это, честно говоря, такая. Бахмут, все они кричат, что Бахмут превратился в символ, что вот у нас тут рухнет мораль. Ну, президент Зеленский приехал, поддержал наших бойцов в Бахмуте. Да. И Бахмут что-то как-то не рухает. Не рухает, не рухает, и никак не собираются его рухать. Более того, они кричат, что это... В любом случае, там, скажем так, там близкая развязка. В Бахмуте? Бахмуте. В том или ином варианте она в короткие сроки произойдет. Внимание. Нет, не скажу коронную фразу. Довитриния. Да, в короткие сроки она произойдет. Так или иначе, ситуация разрешится. Но там дальше земля просохнет в других местах. Вот сейчас мы про просохшую землю поговорим. Но карта нам больше не нужна или еще понадобится? Как ты считаешь? Ну, как бы... Мы назвали ключевые точки, где обострелятся. Да. В запорожском направлении. Там они говорят, что наши ходят в короткие атаки. Называют это разведкой боя. Направление Токмака. Копинск, Кремена, вся эта история там подвяла, честно говоря. Опять же, по их собственным заявлениям. Ну, видно по направлениям, которые наш генетарь сообщает. И по формулировкам видно, что там идут частные боевые действия, не носящие никакого уровня, очень практические. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok